Здравствуйте, с вами Ермольна Татьяна и в этом выпуске своего видеоблога я хочу поговорить о прогнозе на период с 1 по 10 февраля. Рассказать о том, как будет обстоять дела на небе и чем они могут обернуться для нас, живущих на Земле. У нас заканчивается период затмения. Последнее затмение было 21 января. Коридор заканчивается примерно 5-10 февраля. Но 5 февраля он заканчивается ровно потому, что происходит первая новолуния после всех затмений. А вот 10 февраля, видимо, по факту оно закончится, потому что в этот момент Сатурн, который управлял солнечным затмением в 16 градусе Козерога, оно произошло 6 января, если вы помните, будет с 1 по 10 февраля проходить как раз градус затмения. Таким образом, он еще раз нам напомнит о тех событиях, которые уже реализовались за счет затмений или же должны реализоваться. Тогда, может быть, он даже и включит эти события. Так что, если у вас карты, особенно 6 января, как-то резонировало, затмение 6 января, то вполне возможно, что события произойдут ровно с 1 по 10 января. Я большое внимание уделю в этот период новолунию, потому что новолуния действует почти все 10 дней. Оно достаточно сильное в соединении с Меркурием. Оно будет 5 февраля в соединении с Меркурием и с Черной Луной. Черная Луна вообще это как бы такая управительность, я бы сказала, соуправительность этих 10 дней, потому что сначала она будет соединяться с Меркурием, потом в конце этого периода она будет соединяться с Солнышком. И Меркурий весь период очень активный с 1 по 10 февраля. А это говорит ровно о том, что нас, во-первых, ждет много событий меркурианского характера. То есть это период, когда мы много общаемся, много коммуницируем. Скорее всего, куда-то переезжаем или просто отправляемся в поездки. В общем-то, у нас много новых знакомств, много суматохи, личных каких-то мелких дел. Это все меркурианского характера. Вот ситуации, но с каким-то теневым эффектом. То есть или здесь будет много искажений, или много дезинформации, обмана, самообмана, нереализованных ожиданий, неверных выводов, неправильного поведения, неверно подобранных слов и объяснений. Вот именно поэтому я бы обратила ваше внимание на эти 10 дней. Они, с одной стороны, несут в себя огромное количество позитивной энергии с той точки зрения, что они могут свести нас с нужными людьми. Мы можем получить реально информацию долгожданную. Мы можем, на самом деле, очень много чего в этот период сделать. Потому что, когда работает Меркурий, мы много-много чего успеваем по мелочам. Но проблема в том, что это все может быть пустое. Потому что, например, на ту информацию, которая будет приходить в этот период, возможно, не стоит ориентироваться. А тех людей, которые будут к нам в жизнь входить в это время, возможно, они не так честны, как нам кажется. И они не принесут нам столько пользы, на которую мы надеялись, впуская их в свою жизнь и так далее. То есть, да и сами мы, по-честному говоря, будем в это время недостаточно объективны вообще к себе и к миру. И можем себя еще и проявлять с той стороны, с которой мы и сами себя не знаем. То есть, вот с какими-то искажениями что-то такое в нас проявится некачественное, то, что мы пытаемся спрятать от себя и других. Собственно говоря, наши комплексы, наша теневая сторона. Часто, когда мы ведем себя таким образом, особо себя не контролируя и не отдавая себе отчета, мы зарабатываем так называемую дурную славу. Потому что аспекты Черной Луны, они, собственно говоря, об этом почти всегда и говорят, когда на небе такая ситуация. Так что мы можем быть неправильно истолкованы, неверно поняты. В конечном итоге заработать себе проблемы, заработать себе сложности с доверием к нам же самим. И, ну, в общем-то, это как-то может сильно отразиться и на профессиональной, и на личных темах. Поэтому я говорю, что это весь период, с 1 по 10 число. И если где-то период с 3 по 6, это больше история про то, что к нам приходит какая-то дезинформация, или мы ее сообщаем кому-то, то уже период с 6 по 12, это время, когда мы реально можем проявлять себя искаженным. Мы реально можем презентовать людям свое эго, свое безразличие к ним, свою жесткость и жестокость. В общем-то, то есть вот свое упрямство, все зависит от того, где у вас солнышко. То есть это солнечный принцип, там работает соединение с Черной Луной. И что-то он будет давать. То есть в зависимости от того, в каком знаке он стоит, такое искажение, собственно говоря, и дает. Так что будьте аккуратными. С другой стороны, это время, когда у нас есть возможность продиагностировать что-то такое тайное в нас. То, что так тихонечко сидит и ждет своего часа. Потому что Черная Луна, она есть у каждого из нас. Потому что есть, в общем-то, тень, наша теневая сторона, как ее называют психологи. И это время хорошее для диагностики. Если вы находитесь в таком состоянии внутренней саморефлексии, если вы готовы анализировать собственные поступки на предмет того, почему я это сделал и что мне это дает, то, скорее всего, вы откроете себе очень интересные вещи и заметите определенные тенденции. Так что вот здесь вот можно даже этот период взять для диагностики своих собственных внутренних проблем и непроработанных комплексов, которые, скорее всего, работают как какие-то подспудные психологические программы, ну и, в общем, не распознаются нашим сознанием и делают свое дело. То есть проблематику нам создают. Если говорим о том, что еще какие есть интересные тут моменты, то полагаю, что вот первые 2-3 дня – это время, ну даже и конец ядваря, и первые 2-3 дня февраля – это время, когда мы можем встретиться с какой-то агрессией, с какой-то активностью, которая, ну, вероятно, не будет комфортна. Это может быть время, когда, например, будут там серьезные какие-то конфликты назревать. Марс – квадратик Плутону в этот момент. С другой стороны, Венера, еще будучи в огне, будет в трене к Урану, и это говорит ровно о том, что с точки зрения любовной тематики – это период, когда, наоборот, у нас огромное количество сексуальной энергии, которую нужно выразить вовне. Это время романтики, это время страсти, это время, когда, как бы, хочется какого-то ярких отношений, ярких чувств, ярких эмоций. И потому предполагаю, что первые несколько дней февраля могут быть вполне себе успешными именно для любовной темы. А вот если говорим про какие-то профессиональные отношения, про отношения личного сложившегося уже характера, то тут больше я бы заострила внимание на проблемном вот этом аспекте между Марсом и Плутоном. Здесь конфликтов больше, и здесь еще есть определенная борьба за власть. Но, с другой стороны, хорошие уранические вот эти тенденции могут говорить о том, что люди способны найти компромиссы в этот момент, если они поступят как-то нетрадиционно, как-то для себя не, ну, скажем так, не шаблонно, да, не так, как они поступают постоянно. Так что, в общем-то, будьте открыты к экспериментам в этот момент. И вполне возможно, что вы уладите даже очень мощный конфликт. С другой стороны, будьте аккуратными в общении с людьми, которые могут причинить вам реальный физический или психологический вред, или же просто давляют над вами в связи с некой иерархией, в которой вы находитесь. Потому что вот в этот период явно, что здесь могут быть разногласия, и, в общем-то, кто про кто виноват, будет решаться только посредством того, у кого больше власти в руках. Понятно, что период где-то примерно с 3 по 6 число это время Новолуния, и оттого как раз у нас очень сильно начинает работать Меркурий, много разговоров, много общения, много поездок. На самом деле, время достаточно вроде бы успешное для всего, что я сказала, но проблематика в том, что это, во-первых, Новолуния, то есть есть определенная дезориентация и необъективность во всех суждениях наших и во зрениях, а с другой стороны, есть сильный принцип Черной Луны, который включен этим Новолунием, этим Меркурием. И поэтому обман, самообман, какая-то грязная подковерная игра, какие-то сплетни могут здесь быть. Также это может, так как все это происходит в Адалее, это может говорить и о том, что у нас есть потребность в том, чтобы каким-то образом отвоевать свою свободу, и отвоевание свободы может происходить путем какого-то осознанного обмана, путем неприятных, некрасивых разговоров, которые мы будем вести с людьми, пытаясь дистанцироваться от них. То есть здесь, в общем-то, нужно быть очень аккуратными в наших собственных потребностях и стремлениях. Они не глубинного характера, это явно то, что вот как раз какие-то искажения, которые в нас вылезают. Так что будьте аккуратными. Желательно вообще вот 5, например, 5 февраля, вот просто ничего не инициировать. Просто наблюдать за тем, что происходит. Самому не быть героем этого. Только лишь наблюдателем со стороны, третьей стороной. Период примерно с 8 по 10, 11 число, это время, наверное, более-менее успешное именно для общения, коммуникации. Здесь могут быть различные поездки, здесь могут быть новые идеи, здесь может быть время творчества, здесь могут быть хорошие переговоры о сотрудничестве, о финансах. Но опять-таки, все могут испортить наши личные представления о себе, наши гордыни, наш эгоизм, которые в какой-то совершенно для нас неочевидной, неясной форме вдруг ни с того ни с сего начнут влиять на текущие дела. Мы начнем себя как-то некачественно вести. И это может отразиться очень сильно на том, в общем-то, чем окончатся вроде бы наши положительные начинания с прекрасным потенциалом. Будьте очень аккуратными в этот момент. Старайтесь быть самокритичными, я бы сказала. Только самокритика может, наверное, сейчас нас спасти от наших внутренних вот таких вот тенденций чернолуных, нашей тени, которая просто будет пытаться вылезать на поверхность. Вот такая ситуация на небе и на земле примерно такая будет с 1 по 10 февраля. Но берегите себя, наблюдайте за собой. Время наблюдений, я бы сказала. Время такого качественного исследования своих темных углов. И, конечно, после определенных наблюдений и определенных выводов вы можете делать уже какие-то шаги к тому, чтобы что-то исправить в своей жизни, в своем внутреннем состоянии. Ну и, а это, безусловно, приведет к улучшению ситуации во мне. Я желаю вам всего хорошего, в первую очередь крепкого здоровья и прекрасного настроения. До новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok